Приветствую вас. В вашем сообщении есть некоторые противоречия. По крайней мере, есть противоречия одно, одно самое такое, очевидное, на мой взгляд. Вы пишите, что моя проблема в том, что я хочу понять человека, который закрылся в себе и забудов. При этом внизу, в конце, вы пишите, что оставляйте мне надежды, что он передумает, верит ли в то, что он реально ничего не хочет, вы не знаете. То есть вы как бы задаете вопрос этот нам, хотя и не прямой. И по факту получается, что вы даже как-то кого-то вопроса не задаете. То есть вы просто описываете проблему, но чего хотите получить от психолога, от ответа, как-то не очень понятно. И потому, давайте мы с вами сразу скажем так, ну по порядку пойдем. Во-первых, если человек, как вы говорите, запутался и не знает, чего хочет сам, то вы его понять не сможете никак, потому что нельзя понять тому, кто сам не понимает себя. Это аксиома. Это аксиома, и чем быстрее, тем эффективнее вы ее воспримете, тем легче будет вам для себя этот момент оценить. Это, пожалуй, первое и, наверное, самое главное. Нельзя понять того, кто сам себя не понимает. Нельзя понять того, кто сам не знает, чего он хочет. Далее. Вы пишите, что его закрытость идет с самого детства, не любит показывать свои переживания. То есть у человека там явные комплексы, у человека там явные проблемы, у человека там, в общем-то, противоречия, наверное, детские обиды и все такое прочее. То есть, по факту, этот человек проектирует на вас эти самые обиды. Там, где другой мужчина без такого, ну, скажем так, без такого наследия, да, можно такое слово употребить здесь, без такого наследия вел бы себя одним образом, ваш мужчина ведет себя другим. Именно из-за того, что какие-то вещи задевают его больше. И, как бы, опять же, это наклонует от печаток. То есть, ну, и что, в принципе, что есть у вас ссор? Ссоры со всей, и ссоры это нормально. Ссор, ссорах, если они, конечно, обладают определенным, ну, если они соответствуют, определенному ряду требований, то ссоры вполне себе естественная и даже полезная вещь. Но, очевидно, что для вашего мужчины ссоры это весьма, весьма нежелательная и больная тема, больная часть ваших отношений. И тогда, тогда возникает вопрос, почему у вас были ссоры? Если, как вы говорите, вы его любите, если, как вы говорите, вы без него не можете жить, если вы, как говорите, что он вам очень дорог, вы хотите быть с ним, а дальше вы ссоритесь. Если вы его любите, то вам нужно, как бы, принимать человека таким, какой он есть. А если вы ссоритесь, значит, вы этого не делаете, значит, вы хотите чего-то для себя. И вот это большая проблема. И это следующее противоречие. Вы говорите о том, что вы хотите быть с ним, вы говорите о том, что вы его любите, но при этом вы ссоритесь, не раскрывая даже причин этих самых ссор. Следующее противоречие заключается в том, что если человек не проявляет свои переживания, или доказывает их, а вам открылось, что это значит, он вам доверяет. Единственное, он вам доверяет, что вы, как бы, априори это доверие, ну, наверное, цените. Если вы цените это доверие, то вам тем более нужно осознавать важность того, что вы ссоритесь. Ссориться можно не с каждым, не с любым человеком. Вы этого, судя по всему, тоже, как бы, ну, если и понимали, если и понимаете, то весьма отдаленно. Это тоже важный и, на мой взгляд, противоречивый момент. Теперь дальше, по поводу того, что вы пишите, как вам себя вести, и как вам реагировать на то, что мужчина вот вам говорит, что не хочет больше с вами отношений. Знаете, ответ на этот вопрос окончательный. Знает только мужчина, то есть только он может вам задать ответ на этот вопрос. Но проблема заключается в том, что, скорее всего, он сам этого не знает. У него нет четкого понимания того, чего он хочет сейчас. И вам нужно для себя однозначно, совершенно принять следующее. Если мужчина говорит, что он сейчас не хочет больше с вами, значит, это так и есть. И то, что вы надеетесь, это ваша потребность. Это ваша потребность в нем. Это чрезмерное значение для вас, мужчины. Потому что это отношения, как вы говорите, не первые. И вы чувствуете, что это та самая любовь, те самые чувства. И вы не хотите эти чувства терять. Но, простите, какими бы настоящими эти чувства не были, какими бы истинними они не были, и их не стоит возводить в рамк чрезмерной зависимости, а именно это вы их сделаны. То есть, да, чувства у вас настоящие. С этим я спорить не буду. Ну, простите, а что делать с тем, если, например, вы с мужчиной не сходите все? Вы, например, вдруг внезапно осознаете, я имею в виду мужчина, например, осознаете, что вы не подходите друг к другу. Что делать вот тогда? Что делать вот в такой-что ситуации? Вам нужно быть готовым и готовы его отпустить. А вы не готовы его отпустить. Более того, вы ничего не едите, вы плохо спите, вы держитесь на лекарствах и так далее. Это явный признак зависимости. И зависимость – это всегда потребность, которую вы вкладываете в своего мужчину. И если это зависимость, то по-моему, можно говорить о том, что ваши чувства, конечно, являются искренними и настоящими, но в них, а точнее, следом за ними, идут еще и потребности. Ваши потребности, которые вы пытаетесь удовлетворить через мужчину. И вот этого делать ни в коем случае нельзя. Нельзя удовлетворять через мужчину свои потребности. Мужчина – это самая цель. И вы вкладываетесь в отношения, потому что вы даете ему и им отношения, я имею в виду то, чего у вас в избытке. Как вы проявляете свою, ну, свою ценность, свою самостоятельность в отношениях и так далее. А если вы нуждаетесь в этих отношениях очень сильно, то что они для вас чересчур важны. А чересчур важные отношения, чересчур значимые для вас, всегда порождают такую реакцию. И поэтому вам необходимо понять, чем вам мужчина так важен. Почему он так сильно для вас важен? Чем он так важен? Именно для вас. Вот это постарайтесь понять. Именно для вас, чем мужчина так важен. Я не говорю сейчас о том, что, как бы, любимый человек не должен быть важным. Это, безусловно, не так. Но важность, она бывает разной. И в вашем случае совершенно очевидно, что важность имеет персональный характер. То есть вы, именно вы испытываете очень сильных потребностей в мужчине. А этого нельзя. Этого допускать нельзя. И тогда вам необходимо, осознавая свои потребности, осознав свои потребности, и, как бы, научившись их отдельно удовлетворять, вам необходимо дать понять мужчине, что вы уважаете его выбор. Кстати говоря, здесь есть еще одно противоречие. Вы предлагаете мужчине остаться друзьями, но при этом разговариваете с ним о отношениях своих. То есть вы, как бы, покажете ему, что вам нельзя верить. Это тоже очень плохо. Если вы хотите, чтобы мужчина вам доверял, то нужно действовать, исходя из того, что вы как бы обозначили для себя, и не выходить за рамки этого. Получается так, что вы человеку пообещали одно, а на деле оказывается совсем другое. ну, согласитесь, это не очень приятно. И принимая его выбор, вы просто вам просто нужно показать мужчине, что вы готовы, хотите и не против, и будете жить дальше. И в тот момент, когда мужчина увидит, что реально может вас потерять, в тот момент, когда мужчина увидит, что реально может остаться без вас, вот тогда он и проявит свое истинное отношение к вам, подсказывая так. То есть, пока он не знает, потому что вы все время рядом с ним. Пока он и не может знать, потому что если вы все время рядом с ним, то нет никакой возможности ему понять, что он чувствует. и только если вы дадите ему некий диссонанс восприятие, вот тогда у него будет возможность понять, что же он хочет именно от вас. Это объективно то, что вам нужно сделать для того, чтобы мужчина наконец определился. Но, по сути дела, это определение означает то, что вам предстоит стать более самостоятельным. А это личностный рост, это выбор, это адаптация к новым обстоятельствам вашей жизни. И с этим нужно разбираться отдельно. Ну и тем более совершенно не дело вредить своему организму препаратами, из-за человека. Надеюсь, вы это понимаете. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы у вас остались, буду рад помочь. Пишите в личку. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи!